Здравствуйте, подписчики канала, здравствуйте, друзья канала и зрители канала, которые смотрят это видео. Сегодня тема бомба. Тема, о которой очень мало говорят, но она актуальна. Очень многие журналисты спрашивают поисковиков на разных мероприятиях, почему столько много без вести пропавших и безымянных солдат Красной Армии. Почему? И ответ такой, что у солдата Красной Армии не было идентификационного жетона, вкладыша или капсулы. А почему не было? И тогда звучит самый тупой ответ, который можно придумать. И который вжился в народе. У солдата Красной Армии было поверье, если ты заполнишь солдатский медален, тебя точно убьют. Их они называли смертниками. Боже ты мой. До чего же надо додуматься? И главное, что эта сказка доходит вплоть до научной литературы. И здесь возникает очень много вопросов, на которых вы сами можете ответить. Которые я сейчас вам задам. Но логического ответа не будет. Зачем такая книжка, как Устав Вооруженных Сил Красной Армии или Советского Союза? Где написано, черным по белому, солдат обязан безоговорочно выполнять приказы и поручения своих командиров. И как это может быть, что на вопрос командира солдат ответит. Не хочу, не буду, не могу, у меня поверье. Где твой личный жетон? А не буду, у меня поверье. Особенно, если речь идет о законах военного времени. Где такой не хочу, не буду, не могу. Это равноподобен смертной казни. Второй вопрос. Не знали ли командиры Красной Армии о превосходстве солдатского медалена, который на то время был у каждого солдата цивилизованных армий, которые принимали участие во Второй мировой войне? У каждого был. А у русского не был. А просто зачем нам? Следующий вопрос. Не был ли опыта Первой мировой войны, когда у каждого немецкого солдата уже был цинковый или железный солдатский медален? Да, там было разных размеров у них, там разброс был стилей, там у каждого подразделения был свой стиль. Но они были. У царской армии, у солдат царской армии тоже были так называемые ладонки. Но, если я сейчас вспоминаю, сколько я их поднимал, солдат царской армии, очень мало я их находил. Очень мало. Да, они были из плохого материала, они, может быть, сгнили там и все, но все равно очень мало. Но зато у каждого солдата был нательный крестик. У каждого солдата. Не было опыта финской войны, когда у каждого солдата был идентификационный жетон, вкладыш, и его могли идентифицировать. Не было опыта с 41-го, с 42-х годах. Был же опыт. Но при этом в ноябре месяце 1942 года генерал-лейтенант интендантской службы товарищ Хрюлев пишет приказ о снятии издовольствий солдатского медальона. На руках у солдата Красной армии остается всего лишь бумажная книжка. Солдатская бумажная книжка. Вы можете представить, в чем превращается вот эта бумажная книжка после того, как труп пролежал неделю, месяц, год или десятилетие? Что не знали, что солдаты тонет, горят бумажная солдатская книжка? Почему? Почему такой приказ поступил? Да, сегодня гадалки не ходим. Понятно, что Хрюлев сам лично не мог издать и придумать такой приказ. Приказ поступил сверху. Почему? Ну, правду сегодня мы все равно не узнаем, потому что она скрывается под семью замками секретных архивов. И самое главное, что отменили в разгар Второй мировой войны на Восточном фронте. В разгар. Хорошо, допустим, что они ошиблись. Хрюлев ошибся. О, Господи! Тогда могли исправлять ошибку в 43-м, 44-м, 45-м годах. Но ничего не было сделано. И сегодня мы говорим о великом преступлении, которое совершила руководство Красной Армии и Советского Союза против своей армии и всего народа. Вы сами можете посмотреть, кто там был начальник штаба, кто, в общем-то, руководил этим всем хозяйством. Почему это так произошло? Я считаю, что это связано с выплатом компенсации. Я уже чувствую, как сейчас уничтожается клавиатура, что кто-то там пишет, там уже в комментах, что о, такое не может быть, неправда, это провокация. Нет, ребята, давайте успокойтесь и посмотрите фильм до конца. Если вы хотите подробнее изучить эту тему, прочитать, вы можете прочитать книгу Орлова. Орлов – это, можно сказать, основатель поискового движения России, который в своих мемуарах, в частности, комендант долины смерти и всех остальных очерков, что он публиковал в свое время, он пишет о тех гонениях, которые испытали те семьи, у которых кормилицы пропали без вести. Я больше об этом ничего не буду рассказывать. Проценты верификации такой низкий, потому что, в принципе, это какой-то средний процент, который вообще есть по солдатам, которые находятся в траншеях. это один-два процента, которых можно идентифицировать. В данном случае этот процент должен был быть выше, но получилось каким-то образом так, что неясно, кто это вообще первичную могилу создавал. Это делала или Красная армия, или Вермахт, немецкие вооруженные силы, или гражданское население само. Это трудно сказать, потому что в Российском военном архиве, скажем так, вообще нет никаких данных в этом захоронении. Обычно в захоронениях у них там бывают какие-то какие-то материалы, какие-то схемы, что-то, чего-то, какого качества этой схемы, это другой вопрос, или кто там чего-то начинал, кто-то чего-то не закончил. Тут вообще ничего нет. Полностью нет ничего. Отсутствие дублирующего документа еще привело к другим проблемам, с которыми мы уже сталкиваемся. Те люди, которые ищут до сих пор своих дедов, прадедов, отцов. За примерами далеко опять не буду идти, разберу своих дедов. Первый, Гомлявый Владимир Григорьевич, отец моего отчего, начал воевать в 1941 году. Ребята, если у вас есть какая-то возможность прочитать, почитать архивы подольских курсантов, пожалуйста, пробейте, пожалуйста, эту фамилию, и, может быть, что-то я узнаю больше про него, потому что единственная информация, которая есть, он был подольский курсант, который был один из шести, который выжил из полка. Посмотрите, подскольки, фамилиями он проходит в архивах. И здесь тот нередкий случай, когда человек попадает в госпиталь не как Гомлявый, а как Гомлявин. И если человек бы умер в этом госпитале, семья бы получила извещение, что пропал без вести. Так как получилось, в другом примере, тоже опять возвращаюсь в дом своей бабушки и деда, где старый хозяин отправил на фронт двоих своих сыновей и получил извещение, что Арвид Лезе, четыре буквы фамилии только, пропал без вести. Из Сарафанного радио они узнали, что он был тяжело раненый и отправленный в госпиталь. Все, и пропал. Через 70 лет, когда открылись архивы в ОБД, дочка узнала, что он умер в госпитале и был похоронен не как Лезе, а как Лезес. Просто писарь добавил букву С. Все, пропал человек без вести. Он был захоронен на братском кладбище Губени, которое в 40-х годах перенесли другое захоронение. Но до сих пор его фамилия нигде не увековечена. Второй мой дед, это Калниш, Николай Андреевич, прослужил, провоевал 4 месяца и хватит. Он проходит тоже под кучей фамилий, разных фамилий. То без буквы Эш, то без мягкого знака, то с мягким знаком, то хрен знает что. А что творилось с солдатами из Средней Азии или из Кавказа, где уже там имя трудно выговорить, куда там еще записать правильно? Хорошо, сегодня цифровой век, компьютер там сопоставил, там все данные, похожие данные там сопоставил. А можете представить, что творилось после войны, когда люди просто с ума посходили, чтобы какие-то данные получить о своем родственнике, о своем отце, о муже, братье, сыном? Можете представить? Я примерно могу представить. И сейчас получается то, что если мы поднимаем солдат по 41-му году, то мы можем установить личности в 15-20 процентах из 100. Если мы поднимаем солдат с 44-го, 45-х годов, то в лучшем случае один солдат будет опознан из 100. В лучшем случае. Да, в других местах имеются списки захоронений, там пофамильно. Но все равно разобрать, кто есть, кто в этих могилах, это невозможно. Потому что ничего, они просто голые. Если мы поднимаем 100 немцев, мы можем опознать сегодня 65-70 процентов. Хорошо, уменьшим немножко, 50-65 процентов. Вы понимаете, какая разница? Так, ребята, если есть у вас другая информация, если вы сами исследовали эту проблему, если вы хотите поделиться со мной и я с вами, то пожалуйста, свяжитесь со мной и мы может быть сможем сделать стрим какой-то и вот эту проблему изучать больше и больше, чтобы зрители канала, которые до сих пор ищут информации о своих родственниках, о своих отцов, дедов, прадедов, может быть мы можем им помочь как-нибудь решить и дать какой-то совет, где, как искать своего пропавшего без вести родственника. до сих пор